Расследование трагедии в Еленовке пока застоприлось. ООН, которая намерена провести собственную проверку, сейчас контактирует с Россией и Украиной и продолжает готовить миссию. Тела погибших Украине так и не передали. Независимые международные организации на территорию СИЗО допущены не были. Ранее с такой инициативой выступал Международный комитет Красного Креста, однако он ответа не получил. С момента уничтожения СИЗО в Еленовке с пленными бойцами Азова прошло уже более двух недель. Возможно ли провести полноценное расследование спустя столь долгое время и не будут ли уничтожены улики? Это вполне возможно, считает британский эксперт, с которым пообщалась Тойчевэля. В середине 90-х годов Роберт Макнил собирал доказательства преступлений против человечности в Боснии по поручению Международного уголовного суда в бывшей Югославии. По словам Макнила, время играет важную роль, но еще важнее безопасность экспертов, поскольку им предстоит развернуть в Еленовке полноценную лабораторию. Пока в регионе ведутся боевые действия, сделать это проблематично. Для расследования важно, чтобы тела погибших переместили в место, где они будут бережно сохранены — в холодильниках в охраняемом помещении. Это может быть морг, но тела там должны содержаться отдельно. Другими словами, тела не должны быть загрязнены телами других умерших. И поэтому временный морг может быть лучшим вариантом. Когда станет безопасно, туда могла бы приехать судебно-следственная группа, состоящая из археологов, криминалистов, антропологов и судебных патологоанатомов. Важная часть головоломки — рентгенография. Экспертам необходимо установить на месте мобильный рентген и мобильный прибор для радиографии. Судебно-медицинский эксперт считает интересным тот факт, что обе стороны публично требуют расследования и обвиняют друг друга. Теоретически, этим могли бы воспользоваться эксперты, чтобы быстрее попасть на место. В худшем случае они смогут провести полноценное расследование лишь спустя десятки лет. Но даже тогда они смогут найти ответы на многие вопросы и выяснить имена погибших. Одно дело — расследование преступления. Но другой важный вопрос — определить, как именно умерли жертвы, и попытаться установить их личность. Есть эксперты, которые работали на Балканах, и которые хорошо знают свое дело. Они могут установить личности погибших спустя много лет. Например, есть ICMP — Международная комиссия по пропавшим без вести лицам. У них есть опыт работы не только на Балканах, но и по всему миру. Моей последней работой было извлечение тел времен Второй мировой войны на севере Франции и до 300 тел времен Первой мировой войны. Даже спустя сто лет мы смогли идентифицировать почти всех. Конечно, чем скорее, тем лучше. Но вы можете установить личности и через сто лет. Эксперт не берется делать предварительных выводов о виновнике трагедии. Однако, признается, во многом результаты расследования зависят от исхода войны. Ведь тот, кто совершил это преступление, не заинтересован в полноценном разбирательстве. Ранее свое расследование провел телеканал CNN. Его выводы — СИЗО не было разрушено в результате попадания снаряда «Хаймерс», как это утверждает российская сторона. По словам экспертов, удар «Хаймерс» должен был нанести зданию большее разрушение, и маловероятно, что в таком случае сохранилась бы крыша. В Еленовке погибли более 50 пленных украинских военных, защищавших Мариуполь.